Друзья, всем привет! Вы на канале Андрей Буренок о бизнесе. И с вами сегодня снова я, меня зовут Владимир Курий. Я Head of Internet Marketing в сервисе поиска авиабилетовых путешествий TripMyDream. В этой рубрике видео мы обещали с вами делиться фишками интернет-маркетинга и отвечать на те вопросы, которые у вас появляются по интернет-маркетингу. Обещали? Делаем. Сегодня отвечаем на те вопросы, которые вы писали под нашими предыдущими видео. Итак, первый вопрос от пользователя Влад Кастнер. Очень часто вижу вакансии, ищу middle PPC специалиста, ищу синьера, мейл-маркетолога и так далее. Как вы относитесь к такой градации в диджитал-маркетинге и как определяете эту грань между джуниором, медлом, синьером? На самом деле хороший вопрос. Обычно эта грань очень размыта. Я встречал таких медлов, которые приходили к нам в агентство, и эти медлы были слабее, чем наши джуниоры даже. Поэтому медлом, синьером себя может называть кто угодно, любой специалист, но каких-то фиксированных знаний, какой-то фиксированной градации, шкалы ее просто не существует. Поэтому всегда нужно смотреть на результаты работы того или иного специалиста, на его опыт, и тогда уже сопоставлять то, как он себя позиционирует с реальным его опытом работы. Следующий вопрос от пользователя Евгения Федоренко. Если взять продажи B2B, насколько востребован контент-маркетинг и вообще стоит ли его использовать? В B2B секторе, да, наверное, я бы использовал контент-маркетинг, потому что помимо того, что вы создаете какой-то контент, этот контент позволяет вам продвигаться еще и в SEO, то есть продвигать ваш сайт органически в поисковых системах. Особенно в глубоких B2B сегментах клиент далеко не сразу принимает решение, где сделать заказ того или иного продукта. Поэтому очень важно, чтобы на вашем сайте было достаточно информации для обработки всех возражений пользователя, для того, чтобы он мог узнать максимально подробную информацию о вашей компании и принять решение о том, стоит с вами работать, либо стоит выбрать конкурентов. Поэтому, да, контент-маркетинг однозначно важен. И вообще есть такое выражение «контент-король». То есть контент вы можете использовать и на сайте, и в социальных сетях, а в соцсети как бы это лицо вашего бренда. В любом случае пользователи там так или иначе взаимодействуют с вашей компанией. Поэтому однозначно контент-маркетинг стоит внедрять, стоит его продвигать внутри вашего бизнеса. И плюс за счет контент-маркетинга вы можете прокачивать еще и SEO. Следующий вопрос от Михаила Яковчука. Как сделать правильно, чтобы при ремаркетинге не перегнуть палку? То есть, чтобы это было объявление, не сильно часто за тобой ходило. Есть какие-то алгоритмы для этого? Да, есть такие возможности. Смотрите, такая штука часто встречается, когда нет ограничения по частоте показов. Это касается обычно рекламы в Google Ads, то есть в настройках рекламных кампаний баннерных есть возможность ограничить число показов объявления на каждого пользователя. Если эту настройку не задать, то объявление будет гоняться за пользователем и кошмарить его до тех пор, пока пользователь не кликнет, что я это объявление не хочу видеть. Поэтому при настройке ремаркетинговых кампаний всегда указывайте ограничение показов на одного пользователя. Обычно примерно 3-4 показов достаточно для одного человека. Не гоняйтесь там тысячу раз за одним человеком. Во-первых, вы за это будете просто переплачивать. Во-вторых, будете просто надоедать пользователям. Это касается Google. Есть возможность запускать ремаркетинг в Facebook, Facebook и Instagram. Там есть такой показатель, как кумулятивная частота показа поста. Когда вы видите, что кумулятивная частота показа растет, то есть там идет уже 2, 3, 4 показа на одного пользователя, это говорит о том, что один и тот же человек несколько раз видит ваш пост в своей ленте. Но, соответственно, это так или иначе человеку надоедает. То есть наверняка там никто не хочет видеть одни и те же посты в своей ленте. И если ваша кумулятивная частота растет, это говорит о том, что вам нужно либо менять аудиторию, но это если мы говорим про acquisition, если мы говорим именно про ремаркетинг, то есть смысл обновить креативы и снова запускаться по вашей ремаркетинговой аудитории. Привет! Мы команда маркетинга поиска авиабилетов и путешествий TripMyDream. Я надеюсь, ты нас знаешь. Но сегодня мы не о путешествиях. Сегодня мы о твоем обучении. Мы обещаем обучить тебя интернет-маркетингу от А до Я за 3 месяца. Я Андрей, основатель TripMyDream. И на этом курсе каждая четвертая, пятая лекция – это моя лекция. И мы много проведем времени вместе. Будем разбираться, как же найти боль у твоего клиента, как определить, где она находится, насколько сильно болит и как часто повторяется, как эту боль удовлетворяют на сегодняшний день твои конкуренты. Сделаем, научимся делать анализ рынка, поймем, кто на самом деле твои конкуренты и спозиционируем твой продукт так, чтобы от них отличаться и чтобы к тебе возвращались. Помимо этого, мы разберемся, как работает YouTube, social media marketing, личный бренд, Telegram и много всего другого. Я Женя, главный редактор TripMyDream Media. И я расскажу вам, что такое контент-маркетинг и чем он будет полезен для вашего бизнеса. Вы научитесь строить контентные стратегии, анализировать конкурентов и создавать контент, который будет влюблять людей в ваш бизнес. Я Вова, и я научу тебя настраивать рекламные кампании в Google, Яндекс, Facebook, Instagram и YouTube. И покажу, как настроить системы веб-аналитики, чтобы повышать их эффективность. Я Даша, и я научу тебя разбираться в SEO, так, чтобы поисковики тебя полюбили, и твой сайт был на топовых местах в выдаче Google и Яндекса. Я Олег, и я научу тебя эффективно работать с email-маркетингом и пуш-оведомлениями. Ты узнаешь, как не попадать в спам и делай так, чтобы твои письма открывали и читали. Я Юля. Я отвечу на все твои вопросы, подберу пакет, который тебе необходим, и буду сопровождать тебя на протяжении всего курса. Для того, чтобы получить детали о нашем курсе и специальные условия, переходи по ссылке в описании, звони, пиши, мы быстро с тобой свяжемся и все расскажем. Жду на курсе. Следующий вопрос от пользователя Вова Гончаренко. До сих пор живут фрилансеры и маркетологи. А как до сих пор живут фрилансеры и маркетологи, если постоянно пополняется список людей, у которых не сработала реклама, слился бюджет, не оправдались ожидания, плюс еще баннерная слепота и, как говорили в видео, просто боятся, что обманут. Как всего этого избежать и запустить качественную рекламную кампанию клиенту? Как до сих пор живут фрилансеры и маркетологи? К сожалению, есть разные специалисты на рынке. Правда, то есть есть специалисты, которые качественно выполняют свою работу и отвечают за результат. Есть специалисты, которые по какой-то причине не могут качественно выполнить свою работу. И тогда, конечно же, клиент остается недоволен. Рекламная кампания не работает. Но проблема при этом у человека, у бизнеса все равно остается. Проблема любого бизнеса – это поиск клиентов. И собственник бизнеса идет тогда к другому фрилансеру, к другому интернет-маркетологу, с той же самой проблемой. Ему нужно настроить рекламные кампании так, чтобы они генерировали для него клиентов, генерировали лиды. И вот таким вот образом очень часто собственники бизнеса ходят от одного к другому, к третьему специалисту до тех пор, пока не найдут того специалиста, который действительно сможет сделать результат. При этом важно понимать, что интернет-маркетологи, PPC-специалисты, SEO-специалисты, SMM-щики тоже, они не могут отвечать за все результаты бизнеса. То есть интернет-маркетологи – это не волшебная кнопка бабло, которую можно нажать, и там ваш бизнес расцветет. К сожалению, такого не бывает. Поэтому, когда вы работаете, в принципе, с интернет-маркетингом, у вас должно быть четкое понимание, что все продвижение состоит из двух частей. Первое – это трафик. То есть это тот трафик, это те клиенты, которые приходят к вам на сайт. И второе – это продукт. То есть это сайт, на который они приходят. И сама-то услуга, либо товар, который вы продаете, либо оказываете эту услугу. Так вот, если нет трафика, то стратегия не работает. То есть некому приходить. В то же время, если есть трафик, но нет продукта, либо там продукт кривой, сайт некрасивый, не грузится, либо там просто цены неконкурентоспособны, то интернет-маркетолог трафик привлечет, но человек придет на ваш сайт, посмотрит, развернется и уйдет. Поэтому две эти составляющие, и трафик, и продукт всегда должны работать в синергии. Зависит ли все это от интернет-маркетолога? Конечно же, нет. Поэтому собственник бизнеса всегда должен понимать, что вообще происходит с его бизнесом, и не скидывать все на плечи интернет-маркетолога. То есть качественные, хорошие интернет-маркетологи, спецы своего дела, они обычно могут подсказать, что нужно исправить на сайте, то есть поправить какие-то элементы, добавить какие-то формы заявки, поправить какой-то дизайн карточек товаров, сформировать какие-то гипотезы для A-B-тестирования. То есть есть спецы, которые это могут делать. Есть вообще отдельное направление в интернет-маркетинге, которое называется Conversion Rate Optimization, CRO. И есть такие ребята, которые занимаются именно этим направлением, то есть оптимизацией, конверсией сайтов. Они не настраивают каналы трафика, они не настраивают какую-то там сверханалитику. Они занимаются тем, что делают сайты более конверсионными. Для чего это нужно? У нас есть, например, два сайта. Один сайт классный, крутой, конверсионный. Второй сайт, ну, такой себе, сделанный за полдня. На тот и на другой сайт мы привлекаем, например, по 100 человек с контекстной рекламы. Но на одном сайте из этих 100 сконвертится 5 человек и будет 5 заявок. А на другом сайте сконвертится 1 человек и будет 1 заявка. Таким образом, очень важно, чтобы ваш сайт был хорошо оптимизирован, чтобы он был удобен для пользователей. В дальнейшем это будет очень сильно влиять в целом на рентабельность вашего бизнеса. Потому что стоимость рекламной кампании останется для вас неизменной, но результаты этой рекламной кампании непосредственно на вашем сайте могут быть очень разными. Надеюсь, ответил. Следующий вопрос от Игоря Потопчука. Вопрос об интернет-маркетинге. Круто. Почему подрядчики а-ля специалисты своего дела не гарантируют результат? Снова. Мы возвращаемся к тому же самому вопросу. Интернет-маркетолог это не волшебная кнопка бабло и интернет-маркетолог не отвечает за все результаты бизнеса. Интернет-маркетолог отвечает за качественную настройку рекламных кампаний и за привлечение целевой аудитории на ваш сайт. А купит пользователь ваш продукт или не купит на это интернет-маркетолог далеко не всегда может повлиять. Поэтому очень важно понимать и четко разделять сферы ответственности интернет-маркетолога собственника бизнеса UX-дизайнера сайта и так далее. Следующий вопрос от пользователя Макс Стоцкий Как влюбить клиента в свой бренд чтобы его жизненный цикл был максимально длинным? Прекрасный вопрос в данном случае рекомендую почитать вам книгу которая называется Hooked либо она в русском переводе называется покупатель на крючке автор книги Нир Эйаль там вот очень четко описывается модель крючка которая позволяет влюбить клиента как раз таки в свой бренд там очень много написано и следующий вопрос начал все больше и больше замечать что пользователи интернет-ресурсов очень скептически и с недоверием относятся к новым сервисам от неизвестных компаний даже если они относительно популярны но они о них ни разу не слышали как сделать так чтобы пользователь в итоге стал клиентом без лишних вопросов люди покупают у тех кому они доверяют для того чтобы человек начал вам доверять необходимо привлечь его внимание привлечь его внимание вы можете с помощью собственно рекламных компаний рекламных компаний которые направлены на увеличение узнаваемости бренда то есть это видео реклама это баннерная реклама это таргетированная реклама в социальных сетях это пиар в том числе да то есть какая-то информация которая появляется там в сми и когда люди начинают с разных сторон знакомиться узнавать о вашем бренде у них так или иначе начинает формироваться доверие на к этому бренду потому что видно что как бы вроде как нормальный бизнес то есть они не прячутся нигде они открыты и тогда люди начинают доверять и у вас покупать это если очень коротко а дальше можно конечно углубляться там и в пиар и в охватные брендовые компании вот это тема для отдельных лекций следующий вопрос от Вячеслава Кишкана Здравствуйте после предыдущего видео решил заказать рекламу для видео с нашего семейного канала на ютюбе поскольку контент детский то рекламу поставил не контекстную сразу пошли просмотры лайки однако переходов на канал не наблюдается вопрос как это можно вытянуть перетянуть зрителя на свой канал насколько я понял из вопроса речь идет о видеорекламе в ютюбе в ютюбе есть несколько форматов видеорекламы в частности наверное наиболее популярный формат это инстрим то есть когда вы смотрите какое-то видео и у вас появляется врезка какой-то рекламы то есть это формат инстрим пользователь может его пропустить и дальше смотреть видео так вот инстримы они обычно самые дешевые дают очень много просмотров но при этом пользователи очень редко переходят на тот канал от имени которого происходит реклама в инстриме если вы хотите все-таки привлекать пользователей подписываться на ваш канал я рекомендую использовать формат discovery на то есть есть формат ютюбе рекламы discovery то есть когда ваше видео появляется в столбике рекомендуемые видео человек может на него кликнуть и тогда уже перейти непосредственно на ваш канал и смотреть видео на вашем канале вот в таком случае может расти количество подписчиков вашего канала на поэтому инстрим эта история не про подписки это про просмотры про подписки больше эта история discovery надеюсь форматами разобрались к следующий вопрос от владислава доронина если реклама работает в минус кто виноват продукт или маркетолог думаю мы уже несколько раз ответили на этот вопрос то есть всегда есть две составляющие и продукт и трафик все это должно работать в синергии вот но на этом уже отвечали более подробно сегодня вопрос от пользователя рагнар ладброк аудитории все больше наблюдается усталость отторжения от рекламы какие тенденции интернет-маркетинга в ближайшей перспективе помогут преодолеть эту тенденцию аудитории смотрите не стоит продавать человеку сразу что-то в лоб на то есть вот сразу купил меня сковородку человек скорее всего не купит да потому что та же самая баннерная слепота огромный поток информации в сетях в принципе и в сетях и в оффлайне очень много рекламы вот поэтому набирает обороты нативная реклама то есть какие-то интеграции в сми в текстовых каких-то статьях интеграции у блогеров инфлюенсоров то есть нативные какие-то вот интеграции нативные врезки которые напрямую человеку не продают что-либо то есть они как бы аккуратно знакомят человека с каким-то продуктом а дальше человек сам принимает решение интересно ему это либо нет а дальше после этого же можно простраивать стратегию интернет-маркетинга а когда вы человека аккуратно познакомили с вашим продуктом дальше можно догнать его с помощью ремаркетинга и допустим показать ему еще какую-то серию постов либо серию баннеров которые еще лучше познакомят пользователя с вашим продуктом вот а тогда уже когда человек перейдет на ваш сайт уже более подробно изучит ваш продукт товар услугу тогда уже можно более агрессивно ремаркетить и предлагать купить ваш товар услугу продукт то есть то чем вы занимаетесь поэтому есть смысл двигаться в сторону нативных интеграций следующий вопрос от пользователя видос все кто делают рекламу считают что она лучше у них чем у их конкурентов а конкуренты считают себя лучше вопрос кто же может определить чья планка выше и кто прав и почему именно ваш курс топ и кто ваши конкуренты давайте по порядку кто может определить я планка выше определяет в любом случае клиент заказчик по тем результатам которые ему дает то или иное агентство либо фрилансер либо там интернет-маркетолог то есть решение за клиентом вот то есть кто-то может сделать так чтобы это конвертилось кто-то не может сделать так чтобы это конвертилось при этом не забывайте о том что маркетологи это не волшебная кнопка бабло они отвечают за привлечение целевой аудитории второй вопрос почему именно ваш курс топ и кто ваши конкуренты почему наш курс топ наверное об этом смогут лучше рассказать наши ученики до которых на сегодняшний день уже более 700 человек вот и есть отзывы на нашей странице курса на которой ребята делятся что им понравилось что не понравилось на нашем курсе на поэтому все отзывы максимально прозрачны помимо этого в нашем курсе преподают только практикующие специалисты члены команды trip my dream которые ежедневно работают с теми каналами трафика с теми инструментами о которых они рассказывают то есть у нас в курсе преподает олег наш email-маркетолог придает евгения наш главред trip my dream преподает даша наш seo специалист trip my dream преподаю я на который занимается и веб-аналитикой настройки платных каналов трафика и в целом интернет маркетингом и преподает андрей буренок который в принципе рулит бизнесом trip my dream вот поэтому преподают только практические специалисты которые ежедневно работают с теми инструментами которых они рассказывают наверное это наше главное конкурентное преимущество то чего нету в других школах и в других курсах ребят на этом все я благодарю вас за вопросы которые вы задавали в ближайшее время у нас стартует четвертый поток курса по комплексному интернет-маркетингу и если вы хотите самостоятельно научиться работать с инструментами интернет-маркетинга с каналами трафика контекстной рекламы seo mail маркетингом push-уведомлениями веб-аналитикой если вы хотите все это освоить самостоятельно понимать что происходит с вашим бизнесом либо зарабатывать на этом деньги как интернет-маркетолог жмите на ссылку под этим видео и отправляйте заявку наши менеджеры свяжутся с вами и очень подробно расскажут о всех условиях участия в нашем курсе а на сегодня все спасибо за внимание всем пока